На часах 23.30. Впереди главное событие Великой Субботы – встреча Светлого Торжества. Пасха – сочетание скорби о смерти Христа и радости воскресения Спасителя Человечества. Говорят, почувствовать это невозможно, вдали от храма. У Никольского кафедрального собора многолюдно предваряет праздничное богослужение крестный ход. Возглавляет его епископ Бобруйский Быховский Серафим. Шествие сопровождается непрерывным звоном колоколов. Вокруг храма православные несут запрестольный крест, хоругви и зажженные свечи. Ровно в полночь поют пасхальную заутренню. Прихожан приветствуют словами «Христос Воскресе». Светлых смертью сверху прав, Исущего гробед живу в дорогах. Дальше – божественная литургия. Верующая вспоминает тайную вечерю, молитву в Гефсиманском саду, предательство Иуды, время осуждения и публичного распятия Спасителя на Голгофе. И, наконец, воскресение Иисуса Христа на третий день после страданий и смерти. Праздник Пасхи – это, в первую очередь, познание Христа. Именно в этот день прощаются людям все грехи. Самое главное – соблюдать пост, исповедоваться, прочищаться. Праздник семьи, в первую очередь. Еще у меня бабушка приучила к этому ходить, чтобы в церковь, чтобы потом собиралась вся семья за столом и праздновали этот праздник. Для меня и для всей моей семьи это, конечно, большая радость, большое счастье. Это большой праздник. И мы каждый год ходим на литургии, на крестный ход. В Свято-Иверском храме окропляют святой водой куличи, яйца, соль, фрукты и сладости. В пасхальную ночь это по-настоящему таинственный обряд. Считается, если съесть такую еду, человек приобщается к Богу. Чадом твоим во имя отстает, Сын и Святого Духа. Что-то мне подсказывает, чтобы не исповедовались. Пасха – торжественный гимн примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Как внутри храма нет места суете, так и в этот день нет места хлопотам. Уже после ритуалов православные спешат домой, в ожидании утренней трапезы за праздничным столом. Тем временем празднование Пасхи продолжается. Радостное приветствие друг другу словами «Христос воскресе!» Воистину воскресе будет уместно еще как минимум до конца этой недели. Это время называют «Светлой седмицей».